Истец просит включить в состав наследственного имущества долговые обязательства и взыскать долг по договору займа. Ответчик просит не исполнять требования разбогатевшей дочери. Слушаю вас, истец. Ваша честь, здравствуйте. Я Вяткина Марина Игоревна, и я подаю свой иск в суд для того, чтобы в состав моего наследственного имущества включили как раз-таки долговые обязательства, и я хочу, чтобы взыскали с ответчиков сумму 350 тысяч рублей по договору займа. А ответчик Игорь Петрович Книздилов, это мой отец, так как он женат у нас. То есть у нас два ответчика? Да, дело в том, что он женат же на моей матери, а я подаю в суд на обоих родителей, чтобы они вернули деньги. То есть вы представляете свои интересы, интересы своей жены? Совершенно верно. Понятно. Ваша честь, почему я подаю вообще в суд? Потому что я была замужем, 7 месяцев назад умер мой муж, и я стала единственной наследницей всего его состояния. У меня есть, кстати, свидетельство о праве на наследство. А почему вы стали единственной наследницей? Потому что мы были вдвоем, муж и я. Все, у нас больше никого не было. У мужа нет никаких других родственников. То есть родителей у него не было? Нет. Понятно. И разбираясь в его документах, я нашла долговую расписку, где мой отец взял у моего мужа 350 тысяч рублей. Да не брал я ничего у него. У меня есть расписка. Разрешите передать? Вы передадите все документы после того, как закончите выступление. Хорошо. Я нашла эту нотариально доверенную, это важно, записку. И прошу вернуть родителей мне деньги. Ужас. Так. Нотариально заверенная расписка. Да. Просите взыскать эти денежные средства? Да, для меня это важно. Объясню почему. Потому что родители выдали мне замуж, вы 18 лет. Муж был у меня старше, у меня 11 классов образования. Сейчас мне 25, я вдова. И хочу, чтобы родители вернули эти деньги. Потому что они занимали у моего мужа. А я наследница своего мужа. Ну, это логично. Здравствуйте, ваша честь. Здравствуйте. Можно я? Я вам предоставлю слово чуть позже. Так, естественно, что еще хотите? Добавите документы передать? Да, конечно. Я хочу добавить, что мои родители оба работают. У них есть имущество. У них есть и квартира, и машина, и гараж. Так что пусть возвращают мне эти деньги. Я посчитала. Да. И вообще пусть спасибо скажут, что я за эти 7 лет, когда они брали эти деньги, до сейчасшнего момента, не попросила никаких процентов. Просто эту сумму долга. 7 процентов урала бы с родителями. Ужас. Имеете право уточнить свои исковые требования? Нет. Это дело принципа. Пусть вот сколько взяли, пусть столько и отдают. Как вы сказали, что 7 лет назад. Да. А в расписке срок возврата какой стоит? Там не было срока, но я знаю, что... А, то ли с момента требования. Ну, сейчас вы меня поправите, если я где-то ошибусь, но я знаю, что по Гражданскому кодексу, да, Российской Федерации, если в расписке нет даты, то после того, как я, как человек, который давал эти деньги, требую их, и мне там, по-моему, в течение 30 дней должны вернуть их. Но я пришла к родителям, говорю, давайте, возвращайте. Они ничего, вообще ничего. То есть вами был соблюден претензионный порядок? Даже больше скажу. Я, когда вступила полностью в наследство, я отправила им письменную претензию о возврате денег. И опять же... Это и есть соблюдение претензионного... Родителям, по словам, родителям. Да, родителям. Вы же являетесь тоже муками. Она наследница, она считает, что эти денежные средства, то есть долговые обязательства, должны быть включены в наследственную массу. Именно с этим суд и разбирается сейчас. Передайте документы через судебного пристава. Спасибо. Так, представлено свидетельство о праве на наследство, долговая расписка, нотариально заверено, срок возврата не указан, расписка датирована 2017 годом. Так, уведомления о направлении претензий, претензии, соответственно, и документы на собственность. Пожалуйста, ответчик, я вас слушаю. Ваша честь, я Гнездилов Игорь Петрович. Хотел бы... Ну, я, конечно, действую не только за себя, да, я действую еще за жену. Вот я доверенность отдал. Вот. Она больная после того, как доченька пришла... Ну ладно, меня все сваливаете. ...пришла к нам домой с требованием, чтобы мы вернули долг, который якобы брал я ее покойного мужа. Ну, брал. Ваша честь, я денег не брал. Получилось как? Я работал, действительно, будучи в изятии, работал водителем, экспедитором, все. Ночью меня послали в рейс. И я, конечно, не заметил там, где на холодильнике, в машине, потек фреон. Ну, вот твоя халатность. Ну, ночью. И получилось как? Потом уже тысячи километров ехал, соответственно, вся рыба растаяла, ну и протухла. Ну, шеф на меня повесил, как будто я виноват, не досмотрел. Ну, ладно, мы с ним пошли, доверенность заверили. Я пообещал, денег у меня не было. Какую доверенность? Ну, вот эту расписку, расписку. А, расписку. Да, расписку мы подписали, что я зарплату буду ему постепенно возвращать. Здесь такого нет. Ну, мы с ним так... Тут написано просто, обязуюсь вернуть Вяткину, Олегу Андреевичу, паспорт такой-то, выдан тогда-то, сумму в качестве возмещения долга. Ну, он так, конечно, сделал, грубоват, что долго. На самом деле, это был не долг. А что? Это вот все-таки... Ну, убытки же он понес. Несчастный случай. Из-за твоей халатности. Можно я дальше расскажу? Да, конечно, рассказывайте. Получилось как? Я дочку забрал на машине, привез ее на базу, ну, пока, чтобы переоделся. И ее как раз этот Олег, шеф-то мой, увидел. Приглянулся она. Ну, там, шуре-муре. И потом решили пожениться. Сами. Сами, конечно. Кто же их брак-то тащил-то? Конечно. Все, поженились. Я на свадьбе к Олежке подхожу. Я говорю, Олежка, что с распиской-то? Он, Петрович, не волнуйся, мы теперь родственники. Все, я эту расписку порву. Ну, ты жили-жили, как бы. Я подумал, что он порвал, потому что он бизнес свой продал, вот этот транспортный. А я еще целый год там работал. И никто у меня ничего не высчитывал с зарплаты. Вот. Так что я как бы успокоился, что все хорошо. И потом доченька приходит, змеяет под колодное с этим вот распиской. А ведь знала, на свадьбе слышала, как я подошел к нему, спросил. И она слышала, что он сказал, порву расписку. Какие-то твои фантазии. Другая бы доль взяла бы, порвала бы ее. А эта взяла и в суд пошла на нас. А почему она так сделала, как вы думаете? Она же получила достаточно большое наследство после смерти мужа. Вот когда она была еще как бы до замужества, такая кроткая, добрая. Мы с нее пылинки сдували. Ни разу ее рукой не тронула. Хотя надо было еще в детстве тебе всыпать по 5 число. И что вы думаете? Она пошла в суд. И требует с нас теперь деньги. А позорила, Ваша честь, перед всей роднёй. С нас все смеются, что родная дочь, змея под колодное, пошла на нас в суд подала. Только знай, знай. Уж причина какая-то есть? Не знаю, Ваша честь, причина, это дурь. Неблагодарная она, просто неблагодарная. Не кричите, ответьте. Мы в нее все вложили, всю душу. Она у нас единственная. Истец. Объясните. Ваша честь, я вот слушаю. Вы получили такую большую сумму. Какое наследство вы получили? Десять, сто миллионов. Сто миллионов. Ваша честь, это производство комплекс, сто миллионов. Ваша честь, правда, я вот слушаю и думаю... Бедная, давай. Дождите, я хочу понять. Мне непонятно. Сто миллионов. Это только производство комплекс. Да что такое происходит? Извините, Ваша честь. Может, дадите мне слово? Извините, Ваша честь. Прям горю я весь. Ну, у меня вопрос. Сто миллионов. Угу. Большая сумма. Очень. Триста пятьдесят тысяч. Да. Зачем? Это дело принципа. Принцип нашла с родителями. Принципа? Ну, на чем он основан, этот принцип? Я расскажу. Ну, я жду. Ваша честь, отец говорит о том, что он такой нравственный, я их всех опозорила, но когда я выходила замуж... А что, я опозорила, что ли? Так, ответьте, вы сейчас уйдете в коридор. Извините, Ваша честь. Когда я выходила замуж, я выходила за него не по своей воле. Это родители меня заставили выйти за него замуж. Когда вся эта история произошла с грузом 7 лет назад, родители сказали, что там, ой, там такой большой долг. Тут либо отца закопают, либо мы не знаем, что делать. Как эти деньги возвращать? Мы никак не сможем. Вы представляете? Человек на 30 лет меня старше. Мне 18. Ну и что? У меня отец младше моего мужа. Коридор. Нет? У меня отец младше моего мужа на 3 года. Я выхожу замуж в 18 лет. Муж мне говорит, уходи из института. Зачем тебе образование? Ты должна быть просто женой. Краткой, безотказной женой. Я и жила с человеком, которого я абсолютно не люблю. Он мне прикасался, а меня аж передергивало. Я не хотела вообще с ним быть. И на охоте зимой он на снегоходе провалился под лед. Спасти не успели. И, честно говоря, так, наверное, нельзя говорить, но я выдохнула, потому что я думала, что я обречена на всю жизнь жить с этим человеком. Естественно. Вы получили такую компенсацию. Вот, я сейчас как раз... Вы такая молодая, красивая. Я сейчас вам расскажу. У вас столько теперь возможностей. А вы спросите 350 тысяч... Я расскажу. За то, что вот эти 7 лет, за эти деньги... Да, они меня продали. Понимаете, как мне преподносили это? Мне говорили о том, что там... Обалдеть, какая огромная сумма. И я нахожу расписку на 350 тысяч рублей. Меня родители продали взрослому мужику за 350 тысяч. И обманывали меня. И говорили, что это очень серьезно. Они могли сами закрыть этот долг. Они могли бы взять кредит. Они могли бы... Да отец мог бы гараж свой продать. Он туда все равно даже машину не ставит. Может, мне еще почку надо продать? Там куча барахла. Да ладно вам почку продать. Куча барахла, которая не нужна. И просто всю жизнь не испорщили. Она сама выбрала, ваша честь. Да ладно вам. Суд удаляется для вынесения решения. Хорошо всех встать. Далее в программе. Когда человек заболевает, он бежит к доктору. Но вот когда юридические вопросы возникают, надо сразу к доктору. То есть надо сразу идти к юристу. После конфискации имущества у семьи осталась одна квартира. Муж считает, что жилье должно принадлежать ему. Потому что преступление совершил не он, а жена. Но что решит суд? 16 350 проел. 500 рублей еще дал на чай официанту, потому что меньше он не мог дать, ибо ему было стрёмно перед Анжелой. Рокфеллер хренов. Женщина узнала, что ее муж выиграл сертификат на посещение крутого ресторана. Но пошел туда не с ней, а с молодой коллегой. Каким конфузом закончился романтический ужин? И почему супруги сегодня в суде? Оглашается решение. Суд принял решение иск о включении в состав наследственного имущества долговых обязательств и взыскании суммы долга по договору займа в размере 350 тысяч рублей удовлетворить. У юстиции имеется свидетельство о праве на наследство, то есть она приняла наследство и иск о включении в состав наследственного имущества и взыскании суммы долга по договору займа подлежит удовлетворению, так как ответчики свои обязательства по договору займа, что подтверждается распиской, не исполнили. Заемные денежные средства не возвращены, а к истице, как единственной наследнице, перешло право требования этого долга. На этом основании суд удовлетворяет исковые требования, руководствуясь в том числе своим внутренним убеждением, что так будет правильно. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Я рада такому исходу событий. Если бы мои родители были порядочными людьми, я бы так никогда не поступила. А эти люди просто мерзкие. Я даже знать их не хочу. Вот так растишь, растишь детей, а потом тебе под старостью лет ногой под зад. И деньги еще требуют, чтобы всем родителям урок был. Надейтесь только на себя. Дети всегда могут продать вас за три копейки. Мой муж подложил меня под своего начальника. Ну что тут скажешь? Как за пять минут можно? Хоп! Ой, знаешь, тогда и за минуту можно. Вот так и живем. Что ни день, то история. У нас в квартире были любовницы. Что значит были любовницы? Я одна единственная была любовница вообще-то. Не пропустите. Дела судебные. Новые истории. Истец требует разделить совместно нажитое супружеское имущество. Ответчик с иском не согласен. Он должен являться единоличным собственником недвижимости. Слушаю вас. Ваша честь, я прошу суд произвести раздел совместно нажитого имущества. Ответчиком является мой бывший супруг Ахтырцев Игорь Валерьевич. Мы с ним в браке прожили 14 лет. И последние 6 месяцев мы получили с ним. Мы развелись. У меня есть свидетельство о расторжении брака. Могу на обозрение суду предоставить. Мы не произвели раздел имущества. Я к нему обращалась в досудебном порядке, чтобы решить данный вопрос. Но никакому результату мы не пришли. Поэтому я вынуждена была обратиться в суд. На момент развода у нас совместной собственности оставалась трехкомнатная квартира. Общей площадью 68 квадратных метров. И ее стоимость на текущий момент составляет 16 миллионов. У меня есть отчет об оценке этой квартиры, который произведен оценочной компанией. Данная квартира была приобретена на имя бывшего супруга, но брачный контракт мы с ним не составляли. У нас с ним был совместный бюджет. И не зависело от того, на кого какое-то мы имущество с ним оформляли. На текущий момент я живу у мамы, у меня нет никакого жилья в собственности. Бывший супруг, он проживает в этой трехкомнатной квартире. За время нашего брака мы как бы вдвоем трудились, но по факту, то есть я работала в крупной финансовой компании, финансовым директором. У меня был довольно-таки хороший доход. Был у нас совместный бизнес с нашим бывшим супругом, но этим бизнесом я занималась самостоятельно. То есть он не хотел не принимать никакого участия, никаким образом он меня не поддерживал. Сначала в нашей фирме дела шли хорошо. За эти годы мы с ним приобрели загородный дом, квартиру, машины. Но в дальнейшем финансовое положение нашей фирмы, оно пошатнулось, и нам пришлось продать всю недвижимость. Вот осталась только как раз-таки вот эта вот квартира. А бизнес? Бизнес мы закрыли, потому что все было совсем плачевно, и как раз-таки еще и остались, скажем, без этого имущества, которое мы приобрели. Тюд мы не сели. А сколько времени прошло с момента развода? Напомните. Шесть месяцев. Мы в разводе шесть месяцев. Дело в том, что когда дела шли вообще хорошо, то есть мужа все устраивало, то, что я занимаюсь бизнесом сама. Как только дела стали идти плохо, возникли финансовые проблемы, ну, еще и у меня дела личного характера были проблемы, он сразу же обвинил меня во всех бедах, подал на развод, квартиру эту отказался делить, поэтому я прошу суд разделить данную квартиру. Так, ответчик, вы иск признаете? Уважаемый суд, я эти требования не признаю, квартиру эту делить мы не будем, если позволить, я свои аргументы изложу. Дело в том, что моя супруга, бывшая Анна, она забыла, скажем так, забыла упомянуть немаловажный момент такой, который просто играет очень сильно не в ее пользу, о том, что у нас изначально, в то время, когда мы состояли в браке, у нас, в общем, в нашей общей собственности была квартира больше и по площади, и находилась она в центре города, и стоила в два раза дороже, чем та квартира, о разделе, о которой сейчас идет речь. И эту квартиру мы потеряли вследствие преступных махинаций, которые осуществляла моя бывшая супруга. И это не просто громкие слова, о которых я говорю, есть переговор суда, который установил, что моя супруга была виновна в этих преступных махинациях, которые она сейчас громко называет совместным бизнесом. И в какой-то момент предложила мне возглавить компанию, которую она создала. Впоследствии оказалось то, что это, в общем-то, какая-то там то ли отмывочная, то ли какая-то оптимизационная структура. Она предложила мне стать генеральным директором. Я согласился на ее предложение, я подписывал документы, но решение принимала фактически она. И впоследствии я узнаю о том, что это действительно были какие-то оптимизационные схемы, которые привели в дальнейшем к этому приговору суда. Я в этом участие не принимал, это установлено и следствием, и вот этим вступившим в силу приговором суда. Соответственно, я не могу нести ни моральную, ни юридическую ответственность за те действия, которые моя бывшая супруга предпринимала. Но по этому приговору она была осуждена к условному лишению свободы на 5 лет с огромным штрафом в 32 миллиона рублей. И для того, чтобы погасить ей этот штраф, нам пришлось распродать мало того, что ту самую большую квартиру, о которой я уже упомянул, которая стоимостью была в 30 миллионов рублей, продать 3 автомобиля, загородный дом. Так как тебе не стыдно? У тебя бы вообще ничего бы не было. Это все было куплено за те деньги, которые я заработала. Да, и чуть в тюрьму меня при этом не посадила. Я закончил. Кто тебе не следит? Не мешайте, пожалуйста. Естественно, это все распродавалось на торгах, поэтому это все продавалось гораздо ниже рыночной стоимости, но тем не менее... А почему на торгах-то? Почему добровольно не продали, не погасили долг? Ну, я не знаю, я не влезал, я не специалист в этом, я не влезал в технические детали, но в итоге она погасила штраф, да, она, соответственно, как бы выполнила решение суда, что не позволило ей привести это, довести для себя, для каких-то более тяжелых последствий. Нет, ну, подождите, ответчик, вы в тот момент, когда были эти... Во-первых, когда эти события были? Ну, это было в браке, когда мы состояли в браке. Сколько лет назад? Год назад, чуть больше года, да, назад? Да, чуть больше года назад. Ну, в этом имуществе, которое было приобретено в браке, как вы говорите, вот эта большая квартира, загородный дом и машины, была ваша супружеская доля, и вы имели право ее выделить, из этого имущества. А коль скоро долг, который был по приговору суда, он личный долг вашей супруги, это не общий супружеский долг, уже вот с этих денежных средств, которые были бы выручены с продажи долей, если бы вы выделили свою супружескую долю, взыскивали бы с нее. Вы мне сейчас рассказываете о том, что вы продали имущество добровольно и погасили долг своей жены, путем продажи совместного имущества. Вы же добровольно это делали? Ну, никто меня не заставлял, конечно. На каждую сделку было ваше согласие. Ну, за исключением машин, если только там на кого это было оформлено. Вы могли выделить свою супружескую долю и не утратить ее. Но вы сделали свой выбор. Сейчас вы мне об этом говорите. В связи с чем? Ну, понимаете, дело в том, что какие-то вещи мы осознаем только спустя определенное время. Плюс, к тому же, все-таки, опять же, еще раз, это моя супруга. Если она не погасила бы штраф, я не знаю, что для нее могло бы. Возможно, условные указания превратилось бы в настоящее. Совсем нет. То есть, по крайней мере, таковы были мои мысли на тот момент, поэтому я пошел ей навстречу. И мне казалось, что так будет лучше на тот момент. Ну, для того, чтобы вам это не казалось, надо было пойти к юристу и проконсультироваться, а не выдумывать какие-то юридические конструкции в неюридической голове. Зачем выдумывать? Есть законы определенные, есть специально обученные люди, которые разъяснят вам ваши права, обязанности, как защитить собственность и все такое проще. Потом еще все-таки немаловажно. То есть, теперь вы мне рассказываете про то, что вы продали имущество. Ну, продали и продали. Я был генеральным директором в этой компании. Я тоже, знаете, все-таки на подкорке думал о том, что не прилетит ли мне все-таки какая-то ответственность и мне. Слава богу, этого не случилось, но, тем не менее, такие вот такие вот соображения у меня были. И как бы, ну, я руководствовался в том числе и этим. Понятно. И что теперь вы просите? Ну, соответственно, смотрите, дело в том, что если бы мы с моей бывшей супругой развелись бы до момента того, когда она начинала вот эти вот преступные махинации проворачивать, то у нас, соответственно, была бы квартира та большая, которая стоила в два раза больше, рейнджная стоимость, которая была в два раза больше, чем стоимость вот этой текущей квартиры, если бы мы ее поделили пополам бы, то получается у меня было бы именно... То есть стоимость той квартиры, которую она хочет делить сейчас, это примерно половина той квартиры, которую мы потеряли вследствие ее преступных махинаций. Разве это справедливо сейчас делить вот эту квартиру, которая осталась у меня, делить ее еще напополам? Я вам только что объяснила. Вот если бы вы тогда выделили свою супружескую долю, у вас бы это имущество сохранилось. Поэтому вот это «если бы», как я могу сюда сейчас прикрепить ваше имущество, которое уже продано добровольно, оно не конфисковано, а продано. С вашего согласия. Мне казалось, я поступал правильно и надеялся, что я делаю. Мне казалось, это прекрасно. Я вам еще раз говорю, прежде чем эти действия совершать, надо консультироваться со специалистами. Когда человек заболевает, он, конечно, тоже сначала самолечением занимается, но потом все равно бежит к доктору. Но вот когда юридические вопросы возникают, надо сразу к доктору. То есть надо сразу идти к юристу и консультироваться, чтобы понимать вообще, какие будут последствия от тех или иных юридических действий. То есть вы считаете, что ваша жена не имеет права претендовать на эту квартиру, потому что вы утратили свою супружескую долю. Да, и такого рода раздел поставит меня в неблагоприятные финансовые последствия, которых просто не было бы в другом случае, если бы она не осуществляла преступную деятельность. Вот эти неблагоприятные последствия, о которых вы говорите. Ваша честь, я хотела бы еще добавить, он забыл как раз-таки добавить. Истец, почему вы меня перебиваете? Я сейчас начала говорить какую-то фразу, и вы меня перебили. Прошу прощения. Продолжайте, что вы хотели сказать? Ответчик, он как раз-таки еще и забыл добавить, что он обратился на фирму, где я работала, он пришел к руководству и сказал им, чтобы они провели ревизию моей деятельности. То есть если бы он не пришел на предприятие, не сказал бы, не обратился к руководителям, ничего бы такого не было. Да, были, возможно, у меня какие-то проблемы, я бы их со временем бы решила. Но он решил насолить, скажем так, потому что он подозревал меня в измене, которой не было, и таким образом решил сделать совсем как бы мне плохо. Да и вообще вся ситуация, она была намного сложнее, чем описал ее ответчик. Там и соучредители были соучастниками, просто в суде мне это не удалось доказать. То есть по поводу, естественно, сначала ответчик говорит, если бы, а вот тогда бы, вот тогда и вы туда же. Ну, здесь по факту, я подставил руководителю, тогда бы меня бы не осудили, и тогда бы имущество было цело. Но мы будем рассматривать тот спор, который заявлен сейчас, и делить то имущество, которое у вас есть на сегодняшний день. Мне осталось передать документы через судебного пристава. Я вам уже все объяснила. Десять раз. Приговор. Ну, приговор. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех стать. Далее в программе. А фингалка под глазом у него откуда? Синяк, откуда у тебя синяк? Я упал. Он упал. Небогатый мужчина выиграл сертификат на посещение дорогого ресторана и пригласил на ужин любимую девушку. Как он выкрутился, когда подруга значительно превысила лимит на еду и выпивку? И почему оказался в суде? Иск о разделе совместной нажитой супружеского имущества удовлетворить, произвести раздел имущества, признать за истцом право собственности на одну вторую долю квартиры, признать за ответчиком право собственности на одну вторую долю квартиры. Также суд обращает внимание сторон на то, что события, которые изложены ответчиком, а именно те обстоятельства, что у супругов имелось иное имущество, которое было продано, не имеют к данному делу никакого отношения. И судом при вынесении решения не учитывается. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Не удалось все вытянуть из меня. Теперь от продажи одной-второй квартиры я куплю себе студию, ну а там через год, через два куплю себе квартиру большей площади, вторую, третью. Ведь я хороший специалист. У меня любая фирма возьмет. Вот оно, ребята, как связываться с этими деловыми женщинами. Следующая моя жена будет домохозяйкой. В правовом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. Спокойствие. Закон защитит вас. Если вы не можете вернуть свои деньги... Я передумал, что я не буду отдавать эти деньги. Я тебе передушу сейчас. Если семейный скандал вот-вот превратится в развод... Иди сюда! Я тебе сейчас покажу. Пошли! Пошли! Пошли получил! Обращайтесь в нашу юридическую консультацию. Про луну с неба, про цветы. Это все уже в прошлом. Давайте про раздел имущества поговорим. Это бесплатно. Истец требует компенсации нерационально истраченных общих семейных средств у своего мужа. Ответчик иск не признает, поскольку потраченные деньги были заработаны им лично. Я слушаю вас, истеца. Так, это ж надо быть идиотом, чтобы 17 тысяч рублей, почти 17 тысяч рублей взять и стратить в кабаке на какую-то чужую бабу. Хотя у него есть вот законная жена. Мы с ним в браке уже 16 лет, Ваша честь. Вот есть свидетельство о браке, вот есть справка по банковским операциям. Я не знаю, вам передать, да? Передайте через судебную приставку. Будьте добры. В общем, 16 лет в браке, у нас двое детей школьников. Живем в целом, ну, неплохо. Всякое бывает, конечно, но по большому счету нормально. Муж у меня работает корректором в толстом научном журнале. Зарабатывает мало, всего 50 тысяч рублей, бывает там изредка премии. И всю финансовую аналитику семейную веду я. Кредит оплачиваю, коммуналка и прочие-прочие дела. В общем, таким путем. Этот же старый дурак возжелал некую даму по имени Анжела, которая на 15 лет его моложе, которая работает с ним в соседнем офисе, которая выше его по статусу, по работе, как выяснилось. Он мне все это потом рассказал, конечно, впоследствии. Угощал ее там в столовой какими-то пирожками и булками. Но широту разбаха хотел показать. И выиграв где-то в какой-то газетенке сертификат на посещение ресторана на 10 тысяч, вместо того, чтобы повезти туда свою семью, меня, например, свою собаконную супругу, он повел туда вот эту вот выше назначенную, означенную Анжелу. В итоге пришел в ресторан, увидел цены, обалдел, сам съел всего там какой-то салат и пиво, а она наела и напила почти на 27 тысяч рублей. То есть общий чек составил, ваше честь, 26 тысяч 350 рублей. 26 тысяч 350 рублей. А почему вы требуете тогда 16? Ну, потому что 10 тысяч сертификат покрыл. У него же был сертификат. То есть он сертификат воспользовался. То есть сертификат нам не жалко, да? Сертификат мне почему не жалко? Сертификат мне безумно жалко. Дело в том, что у моей мамы, у его родной тещи, скоро юбилей, и мы уже думали, где бы нам провести это мероприятие. И вот этот чек, вернее, сертификат на 10 тысяч нам бы очень как пригодился. Мы бы пришли, все распланировали, посчитали бюджет, и всей семьей исправили бы это. То есть из семейного бюджета потрачено 16 850 рублей. Да, все верно. И вы хотите всю сумму с него взыскать? Да, конечно. А не половину? Вы имеете право требовать половину, потому что половина ваша, а половина его. Но это же супружеское имущество. Ну, дело в том, что он приносит деньги мне, я распоряжаюсь, у нас дети. Как я могу разделять мое его? У нас семья, это общий бюджет. Скажите, а если завтра он надувную лодку купит, вы тоже ко мне придете и скажете, он со мной не согласовал, потратил деньги, пусть вернет половину. Надувную лодку он со мной согласует, поверьте мне. Он не согласовал только свое вот это вот... У него чисто гипотетически, вот каждый раз, когда муж будет что-то покупать или куда-то кого-то, ну, с друзьями он пойдет, допустим, пиво пить и закажет омаров или лобстеров. И тоже будет дорого. Вы тоже придете ко мне в суд и будете требовать половину денег? Никакой омар, никакой лобстер. Все его передвижения у меня под контролем. Дело в том, что в его телефон... Ну, видите, вы контроль-то потеряли? А, ну контроль потеряли, потому что не было... Резона, он дом, работа, работа... Откуда вы знаете, что она это все, как вы выразились, наела, а не он? Он мне признался, он сказал, что он всего на 2 700 съел. Ответчик, ну, а я вижу, что он признался. Еще бы он не признался. Он прям признался. Ну, хорошо, истец, продолжайте. Он в итоге, когда увидел этот счет, понял, что у него денег-то ни черта нету, он побежал звонить мне по телефону. Звонит, Христом Богом молит. Лерочка, Лерочка, отправь мне 16 850 рублей, 16 350 проел, 500 рублей еще дал на чай официанту, потому что меньше он не мог дать, ибо ему было стрёмно перед Анжелой, что она увидит, что он мало дает на чай. Рокфеллер хренов. Вот, в общем, короче говоря, я ему эти деньги перевела, потому что он сказал, что погибаю, дело чести, скоро там чуть ли не убьют меня. Я перевела тут же в родительский контроль, смотрю геопозицию, он в том ресторане, думаю, что он в том ресторане вообще забыл. Он у вас в родительском контроле? Да, он у меня в родительском контроле. Ну, в принципе, прецедентов не было, потому что он работа, дом, дом, работа, а тут пригодилось, видите, пригодилось же, потому что когда он пришел домой, он же не хотел сознаваться, он не хотел сознаваться. Ну, я вижу, он признался. Он стал избегать всячески. Но я стряслась с него информацию, конечно же. И вот он мне все это благополучно рассказал. С помощью чего стрясли информацию? Что это было? Кулак? Сковородка? Ничего нет. Половник? Ну как, словесно, просто приказал ему, что было на ответственник. А фингал-то под глазом у него откуда? Синяк? Откуда у тебя синяк? Я упал. Он упал. Я в общем так и подумала. В общем, и самое еще интересное, что... Я-то позвонила еще Анжеле. Стребовала с него телефон. Она жива? Конечно. Я ее просто не видела. Вот. Позвоню Анжеле и требую с нее денег. Говорю, ела, пила, вертай деньги взад. Она говорит, с какого переляху я буду отдавать вам деньги? Потому что меня пригласили, настоятельно пригласили. Напоили, накормили. Почему я должна возвращать деньги? Я говорю, так ты сожрала-то на 23 тысячи. Она говорит... Я всегда, когда меня мужчины приглашают в ресторан денег, они считают... Ни в чем себе не отказывают, да? Да, конечно, ни в чем не отказывают. И самое интересное, она мне говорит, а ты-то кто такая? Я говорю, я жена егоная. Как жена? Он сказал, что вдовец. Он похоронил заживо, ваше честь, свою жену, отодвинул детей и сказал, что он бездетный вдовец. И за это получил? За это отвечает перед вами вот в суде. А, вот так. В том числе. Не сознает. Он оскорбил семью еще помимо финансовой потерь. В общем, требуете вернуть деньги. Требуете вернуть деньги. Я поняла. Так, ответчик, что скажете? Согласны? Нет, Ваша честь. У меня зарплата 50 тысяч. У меня премии не так часто по работе выходят. Я все деньги на протяжении всей нашей совместной жизни все деньги сразу перечисляю жене. Вот у меня и банковская выписка есть на протяжении всех наших совместных лет. А как вы еще будешь перечислять? У меня никаких дополнительных источников дохода нет. Ты это прекрасно знаешь. Такая печаль. Поэтому где я возьму эти деньги? Так, естественно, не мешайте. Простите. Это, Ваша честь, какое-то наваждение было. Я даже сам не понимаю, как это Анжела меня просто очаровала. И когда мне этот сертификат достался, я думал, ну, это какой-то мой шанс показать себя мужчиной, наконец-то почувствовать. Не каким-то рабочим мулом, навьюченным ослом, который дом-работа, дом-работа, конечно. Я хоть побуду несколько минут вот этим вот мужчиной, который в ресторане в красивом, с красивой женщиной. По-моему, я опозорился, опозорил всю нашу семью. Я уже потом все понял, я все осознал. Конечно, мне эту Анжелу не потянуть. Я когда эти центы увидел, это моя, конечно, ошибка, что я цент не посмотрел в ресторане. Я ж никогда не бывал в таких местах-то. Мне ж на обед-то вон 300 рублей дают в день. И все. Я в автобусах езжу, не на каких-то маршрутках, чтобы с проездным. Я все в семью. Я всегда все экономил. Мне и одежду-то покупают. Только когда уж совсем все плохо, все разорвется на рынке, самое пресс-самое, простое. Поэтому, Ваша честь, у меня никаких таких дополнительных источников дохода нет. Вот когда будет зарплата, вот тогда я смогу все это отдать. И вообще, это мои деньги. Я только за два дня до этого зарплату перевел. Поэтому как это можно быть? Зарплату ты перевел, потому что ты в свою семью. Ты глава семьи. Истец, ну а вы подумали, вот вы пришли в суд. Вы заявили эти требования. А с чего он отдавать-то будет вам? А пусть идет, заработает. Пускай в лотерею выиграет, в конце концов. Удача, что ему светит. Я в решении так напишу. А пусть пойдет ответчик куда-нибудь. Нет, простите, лотерея это там, лотерея. Пусть идет, дополнительный заработает. То есть я не дам ему возместить этот ущерб из премии и заработной платы. А откуда мы будем это возмещать? У меня нет других источников дохода. Можно пойти разгружать вагоны, можно пойти в хоспис, мыть полы. Я простой корректор, ну какие вагоны? Я чувствую, ответчик, вы скоро уже и пойдете туда. Нет, а где 16 тысяч? У меня нет, у меня только выходные, субботы, воскресенье. Восстановиться за всю рабочую неделю. А теперь еще после падения тоже. Пойдешь работать как миленький. Может у Анжелы все-таки попросить денег-то? Как у вас с ней отношения складываются? Мы теперь не видимся. Она меня избегает, и мне стыдно даже смотреть в ее сторону. Ну как, после всего, после разговора. Я представляю, что она там наговорила. Гошара опозорился на работе, Анжела поди всем растрепала. А Анжель-то что? Анжела, как говорится, поела, попила. Ну вот в том-то и дело, да. Знаете, самое обидное, что Анжела поела, попила и хвостом вильнула. А мы остались без 16 тысяч 850 рублей в бюджете. Ну я бы хотела, чтобы она вернулась в съеденное... Съеденное, чтобы вернула? Не съеденное, а деньги-то съеденное. Боюсь, вам это не понравится. Ой, божечки мои. Ответчик, передайте документы. Естественно, что же он может у своего так прям совсем? Ну, знаете, мне просто... Ну вы-то рядом с собой, наверное... Когда я говорю, надо слушать. Простите. Ну что вы из него сделали-то вообще? Он же тоже хочет чувствовать себя мужчиной. Вы из него, правда, сделали какого-то... Вот то, что он сказал сейчас. Вы сами-то хотите себя женщиной чувствовать, чтобы рядом с вами был мужчина? Вы из него какого-то раба сделали? Да еще вон бьете его. Это не я. Он упал. Я упал. Да. Суд удаляется для вынесения решений. Хорошо всех встать. Оглашается решение. Суд принял решение иск о взыскании нерационально истраченных средств из семейного бюджета оставить без удовлетворения. В данном случае у вас нет раздела имущества. Вы просто требуете, чтобы муж компенсировал вам сумму, которая была потрачена без вашего согласия. Если суды будут заниматься этим, то я не уверена, что суды смогут заниматься чем-то другим, какими-то другими спорами. Один в ресторан пошел, вторая к косметологу пошла и так далее. По этому закону предусмотрена презумпция согласия на действия супруга. И единственное исключение – это недвижимость. Когда закон говорит о том, что тогда должно быть письменное нотариальное согласие супруга. Но это не ваш случай. Поэтому отказываю вам в иске. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Поверьте мне, я найду способы и средства, чтобы удержать с мужа таки эту сумму. И плюс еще в качестве морального ущерба. Пускай возвращает 10 тысяч, которые он на сертификат потратил. Вот так и будет. Я ни о чем не жалею. Ну, зато удалось хотя бы посмотреть, как эта вот красивая жизнь с красивой женщиной немножко вырваться из семейной жизни, посмотреть другую. А это я правда упал. Чтобы не пришлось рассказывать всему миру свои интимные тайны... Это вообще в мире животных. Мы живем троем. Повышайте правовую грамотность. На то семья, собственно, и семейные отношения существуют, чтобы договариваться. Внимательно слушайте, что говорит Елена Кутьина. Не написано такого в законе, что если муж много зарабатывает, может тратить на что хочет без согласия жены. Каждый будний день на нашем канале. Дела судебные. Новые истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова